23.1. Проект Федерального Закона о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших в период Великой Отечественной войны. 23.2. Проект Федерального Закона о детях войны. И 23.3. Проект Федерального Закона о детях войны. С другим номером. По 23.1 выступает Олег Анатольевич Нилов. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, с законопроектом о детях войны я уже не первый раз выхожу на эту трибуну. Мои коллеги из разных фракций, думаю, что порядка десяти раз предлагали принять в той или иной редакции этот законопроект. Ну и как мы и обещали, и говорили, мы будем это делать до того, пока не добьемся принятия этого очень важного справедливого закона для миллионов граждан страны, которые в самое сложное время, когда они были детьми, прошли вот этот ужас войны, потеряли, многие из них потеряли родных, близких, своих родителей, остались сиротами. Потом, в голодные, холодные годы, сразу же после войны, опять становились тружениками по восстановлению страны. И сегодня, когда, казалось бы, прошло столько лет и есть возможности, у многих колоссальные возможности, это я про всяческого рода мажоров, вот для этой категории граждан у нас почему-то не находится небольших денег, а самое главное, мы даже статус дитя войны не хотим определить законом федеральным. Да, было предложено отдать наоткуп регионам, и в некоторых регионах, во многих регионах такие законопроекты приняты, есть даже форма материальной поддержки, но она, знаете, такая несколько лукавая. Например, в Петербурге есть законопроект, в котором прописано, что может быть получена ежемесячная финансовая поддержка в размере полутора тысяч, если нет других выплат, пособий, по инвалидности, ветеран труда и так далее, и так далее. Как правило, конечно же, все эти люди, они и трудяги, и ветераны, и, к сожалению, инвалиды. И получается так, что закон есть, воспользоваться им не могут очень многие. Поэтому, коллеги, суть законопроекта, еще раз повторяю, все граждане Российской Федерации, которые на момент окончания Великой Отечественной войны 9 мая 1945 года были несовершеннолетними, попадают в категорию, на которую распространяется данный законопроект. То есть, рожденные после 9 мая 1927 года. Сколько таких граждан? Ну, вот по оценкам тех экспертов, на которых я опираюсь в своем законопроекте, порядка 13 миллионов человек. Сразу, конечно, вопрос, сколько денег потребуется из бюджета. Перемножим соответствующие цифры, потому что в законопроекте предлагается всего лишь по одной тысяче рублей в месяц. Это, в общем-то, символические деньги, но для них они очень важны, поверьте. Это сумма порядка 156 миллиардов рублей. Если добавить еще ту льготу, которая предложена в этом законопроекте в виде 25% льготы на оплату квартиры и услуг, жилищно-коммунальных услуг, получаем цифру порядка 200 миллиардов рублей. Что это за деньги? Ну, коллеги, это те самые деньги, которые вот буквально на днях мы услышали, Россия легко получает в результате роста цен на нефть, укрепления рубля и так далее, и так далее. То есть это деньги, которые действительно в стране появляются без особых усилий. А если приложить усилия, ну вот я перечислял много источников, буду просто не повторяться, а добавлять. Мы много раз слышали, когда деньги КАМАЗами перемещаются. Серые, черные деньги, деньги мафии, коррупционеров, взяточников тоннами, КАМАЗами, миллиарды долларов в стране вот так бесконтрольно гуляют. Вот эти деньги, если с особым рвением искать, находить и изымать, хватит не только по одной тысяче детям войны выплатить. Поэтому мое предложение, опять-таки, отталкиваться даже не от денег. Еще раз повторяю, мы принимаем политическое решение. Мы, если проявляем волю, таким образом ставим задачу правительству, экономически-финансовому блоку, найти эти деньги. Вот к такому-то сроку вступления в силу этого закона, будьте любезны, расшибитесь, но найдите 200 миллиардов. Вот тогда будет все нормально. Спасибо, уважаемые коллеги. Я верю, что вы в душе, конечно же, за принятие этого закона. Но вас не пускает вот эта вот дисциплина партийная, не знаю, страх перед отсутствующим здесь правительством. Но не в этом вопросе надо, вот так, мне кажется, бояться и голосовать за. Спасибо. 23.2. Проект федерального закона о детях войны. Доклад представителя Госсовета Республики Татарстан Артема Вячеславовича Прокофьева. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемый Президиум, уважаемые депутаты. Есть законы, которые рождаются снизу. Представленный проект закона о детях войны рождался не из кабинетных замыслов. Он был разработан как ответ на многочисленные обращения граждан, которые приходят к нам за решением этой проблемы. Великое количество таких обращений в Республике Татарстан, но и в других регионах таких обращений мы знаем не меньше. Поэтому этот вопрос и требует федерального внимания и позиции федеральных депутатов. Недавно состоялись выборы в Государственную Думу. Избранные депутаты получили множество наказов, мы тоже об этом знаем. И среди них наказы поддержать, принять федеральный закон о детях войны. Я знаю, уже будучи депутатами, на приемах вы получаете также обращение с просьбой решить этот вопрос, принять закон и поддержать детей войны. После выборов в Государственную Думу мы слышали, что эта Дума получила особое доверие, особый мандат доверия. И хотелось бы, чтобы этот мандат был реализован в том числе через принятие и решение этого вопроса, принятие закона о детях войны. Государственный совет Республики Татарстан не спонтанно вышел с этой инициативой. В предыдущие годы Государственный совет неоднократно поддерживал обращение региональных парламентов с просьбой принять закон о детях войны. В 2014 году Государственный совет Республики Татарстан сам инициировал такое обращение, направил его на имя председателя правительства и председателя Государственной Думы. Но, к сожалению, все эти усилия не сподвигли решить этот вопрос. Только после этого стала обсуждаться данная инициатива в Государственном Совете Татарстана. На протяжении этого времени предлагались разные варианты решения. Мы учли критику в предыдущих законопроектах и сильные, и слабые стороны. Мы собрали все лучшие предложения, учли сложившуюся ситуацию в стране. И представленный сегодня законопроект – это результат единогласной, я подчеркиваю, единогласной поддержки всех партий, представленных в Государственном Совете Республики Татарстан. Я призываю депутатов внимательно отнестись к этому проекту закона, не отклонять его по инерции, потому что отклоняли проект из доконов с таким названием ранее. На сегодняшний день вопрос детей войны частично регулируется на региональном уровне. Мы это знаем. В некоторых субъектах Российской Федерации приняты законы о детях войны, установлены статусы и меры социальной поддержки. Вместе с тем, условия и порядок отнесения граждан к указанной категории, а также перечень, мер и объем социальной поддержки в регионах разнится. Вдумайтесь сегодня, что мы имеем. Наличие или отсутствие категории детей войны от региона к регионах. Разное определение статуса. Одни и те же люди в одном регионе могут быть детьми войны, а в другом регионе такие же люди не являются детьми войны. Разный набор мер социальной поддержки. Такой подход к решению данного вопроса является вынужденным и, по сути, неправильным. Это вызывает непонимание со стороны жителей регионов России, переживших тяжелые военные годы и справедливо претендующих на равную социальную поддержку государства на всей территории Российской Федерации. Сегодня необходимо определить единый федеральный статус категории детей войны, единый перечень и объем мер социальной поддержки для детей войны и определить федеральное финансирование. Законопроектам предлагается в целях единого правового регулирования вопросов социальной защиты граждан из числа детей войны установить статус детей войны гражданам Российской Федерации, проживающих годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза и которые на момент окончания Великой Отечественной войны не достигли возраста 18 лет. Предлагается установить право детей войны на получение мер социальной поддержки, предусмотрев их предоставление за счет средств федерального бюджета. Сегодня в поддержку категории детей войны приняты законы в 19 регионах, но 18 из них дотационные. Получается, что дотационные регионы оказывают поддержку, а регионы донора нет. Это кажется парадоксом, но нет. Фактически поддержка детей войны в дотационных регионах, пускай не прямо, но косвенно, мы об этом можем сказать, финансируется федеральным бюджетом. В связи с этим будет справедливо предусмотреть финансирование за счет федерального бюджета для всех регионов. Этот законопроект уже поддержали из 20 регионов, которые вы рассмотрели, 17 регионов. То есть есть поддержка. Мы понимаем при этом сложившуюся ситуацию. Она непростая. Поэтому мы здесь должны несколько вещей понять. С одной стороны, ждать лучших времен уже нельзя. Самым молодым из этой категории уже более 70 лет. И от нас с вами зависит, какие времена будут у них сейчас, когда это им так важно. И надо отметить, что из 12 миллионов этой категории, более 2 миллионов не имеют поддержки ни по каким другим основаниям. Да, сейчас непростое для российской экономики время. Но в связи с этим законопроектом предусмотрена передача правительству Российской Федерации полномочий по определению объема поддержки детей войны. В том числе право правительства устанавливать размер единовременных выплат для данной категории граждан. Исходя из ситуации и ресурсов, которые имеются. Я хотел бы сказать, что есть вопросы, которые должны объединять страну, а не делить ее по регионам, не делить ее по партиям. Великая Отечественная война, ее герои, жертвы и люди, которые перенесли на себе ее тяготы, один из таких вопросов. Многие из детей войны наравне со взрослыми ковали победу над фашизмом. Я хочу, чтобы вы спросили себя сегодня, разве правильно, что дети войны в разных регионах определены по-разному? Правильно ли, что все они пользуются разной поддержкой в регионах или не пользуются вовсе? Правильно ли, что сегодня социальную поддержку детям войны оказывают именно дотационные регионы, которые всегда знают, что их поддержит федеральный бюджет? Ответ на эти вопросы один. Проблемы детей войны требуют федеральной позиции и федеральной поддержки. Спасибо. Спасибо. 23.3. Доклад Николай Васильевич Арефьев, депутат Государственного дома. Пожалуйста. 24.3. Доклад Николай Васильевич Арефьев, депутат Государственного дома. 24.3. Они слишком хорошо живут? Нет. В селе, я сегодня говорил, их пенсии составляет 5-7 тысяч, а в городе 10-11. У них нет льгот, потому что годы их рождения пришлись между участниками войны и тружеников тыла, и поэтому льготами они обделены. Их всего 12 миллионов человек, заслуженных и достойных, но униженных и оскорбленных жалкой подачкой, которая называется пенсия. Сегодня 43 миллиона пенсионеров получает в сумме столько же, сколько 10 человек-олигархов. Кто им создал такое благополучие? Дети войны. Сегодня всего 10% нефти добывается из новых скважин, а вся остальная из скважин, которые построены руками детей войны. Почему доходы этой нефти идут 10-ти олигархам, а не детям войны? Вот вопрос. Сегодня мы рассматриваем уже четвертый по счету закон о детях войны. Льготы, которые мы требовали для них, ну, мизерные. И исчислялись сначала 240 миллиардов, потом 130 миллиардов, а в представляемом законе вообще 61 миллиард. Но даже такой суммы жалко для детей войны, и фракция «Единая Россия» на комитете проголосовала против. Аргументы, которые выставлялись, ну, просто обескураживают. Нас убеждали в том, что дети войны давно наделены мерами социальной поддержки, и никаких дополнительных льгот им не требуется. Нечего плодить льготников в трудное для страны время. Ну, во-первых, 2,3 миллиона детей войны никакими мерами социальной поддержки не пользуются. Это заслуженные люди. Во-вторых, в большинстве регионов приняты социальные кодексы, в которых отменены уже действующие льготы для пенсионеров. Под нож пошли транспортные, коммунальные и даже ритуальные льготы. Здесь вот на этой трибуне Андрей Михайлович Макаров, выступая при принятии бюджета, заявил, что правительство при всех трудностях выполняет социальные гарантии. Да, выполняет. Но только сначала отменяет большую часть этих гарантий, а остатки выполняет. Такого цинизма не видела наша страна давно. В-третьих, вместо индексации приняли выплатить 5 тысяч рублей единовременно и, опять же, обидели детей войны. Недурно было бы вспомнить рост цены тарифов. Официальная инфляция за 2015 год составила 12,9%, а цены на важнейшие продукты подняли в среднем на 20,8%. Хлеб подорожал на 14%, крупа на 45%, рыба на 29%, масло подсолнечное на 30%, сахар на 42%, овощи на 30%. В 2016 году показатели немного меньше. Хлеб подорожал на 6%, крупа на 6,4%, рыба на 8,6%, молочные продукты на 9,5%, сливочное масло на 20%, а индексации пенсии, к сожалению, нет. В-четвертых, согласно закону гражданам, имеющим пенсии ниже прожиточного минимума, при обращении положена доплата до уровня прожиточного минимума, но попробуйте эту доплату получить. Потратите на транспортные расходы больше годовой пенсии, а льготы так и не получите. В-пятых, на заседание комитета авторов отсылали в регионы, мол, это их компетенция принимать такие законы. Но, во-первых, региональные деньги перетащили в федеральный бюджет, дефицит региональных бюджетов 2,5 трлн рублей, а, во-вторых, в разных регионах будут разные льготы, а дети войны лишения делили поровну, следовательно, и льготы должны быть у них равны. Есть еще довод, что дети высокопоставленных советских чиновников жили припеваючи, почему они должны получать те же льготы, что и дети рабочих и крестьян. Ответ на этот выпад простой. Во время войны никто припеваючи не жил, а дети эвакуированные терпели такие же бедствия, как и во всей стране. Проект федерального закона о детях войны разработан с целью помочь хоть немного этим людям устранить историческую несправедливость по отношению к гражданам России, которые лишились детства и наравне со взрослыми на заводах и фабриках, колхозах и артелях ковали ту историческую победу над фашизмом 70-летий, который мы отметили в прошлом году. В побежденной Германии закон о детях войны со всеми правами и льготами принят и действуют многие годы. С 2006 года закон о детях войны был и действовал на Украине. Сейчас его бандеровцы основательно выхолостили, но по этому закону дети войны Крыма и Севастополя имели льготы, которые с 1 января 2016 года перестали действовать, потому что закончился переходный период их вхождения в состав России. Стыдно смотреть этим людям в глаза. Они стремились в Россию как к матери, а она их встретила как мачеха. Сейчас дети войны Крыма и Севастополя пытаются принять региональный закон, но им предложили просто издевательские льготы. Послушайте, что за льготы им предложили? В неочередную покупку билетов на транспорт, в неочередную посадку на поезд, в неочередной вход в здание вокзала, в неочередной вход в кинотеатры. Мало того, что дети войны в таких льготах вообще не нуждаются, они давно уже никуда не ездят. Эти льготы просто не нужны, потому что никаких очередей в этих вопросах нет и не было никогда. Сегодня средняя пенсия побежденной Германии составляет 180 тысяч рублей, а богатейшей России 12 тысяч, половину из которых дети войны должны отдавать за коммунальные услуги. А набор противогриппозных лекарств сегодня стоит 2,5 тысячи, лекарства для более серьезных болезней на порядок больше. Мало того, изобретаются и придумываются новые платежи, возлагаются новые налоги. Только в последние годы введено столько платежей, что от них дети войны уже просто взвыли. На льготы, предусмотренные настоящим законом, потребуется 61 миллиард рублей в год из федерального бюджета и 18,8 миллиардов рублей из региональных бюджетов. Это, в общем-то, копейки по сравнению с тем, что разворовывается чиновниками нашей страны. Поэтому прошу вас принять закон о детях войны. Мы просто обязаны это сделать. Спасибо. Спасибо. Садоклад по всем трем законопроектам. Михаил Васильевич Тарасенко, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, представленных авторами трех законопроектов по проблемам детей войны сформированы подходы к тому, чтобы эта значительная категория населения нашей страны, около 13 миллионов человек, детство которой было фактически перечеркнуто четырьмя годами самой тяжелой, самой кровопролитной войны за всю историю человечества, получила дополнительную поддержку от государства. Законопроект депутатов фракции КПРФ предполагает ежегодную выплату детям войны к дню победы 9 мая 5 тысяч рублей из федерального бюджета. Это действительно составляет, по приблизительным оценкам, более 60 миллиардов рублей в год. Иные меры социальной поддержки этим законопроектом предполагается устанавливать за счет средств субъектов федерации и связаны они прежде всего с медицинским обслуживанием и транспортными расходами. По ориентировочной оценке, эти расходы действительно находятся в районе 18,5 миллиардов рублей. Кроме того, авторы полагают, что все решения, как федеральными, так и региональными органами власти и органами местного массового самоуправления по вопросам социальной поддержки детей войны, должны приниматься при участии соответствующих объединений детей войны, которым власть обязана оказывать содействие. Законопроект, подготовленный депутатами Справедливой России, касается двух категорий льготников – тружеников тыла и детей войны. Труженики тыла в соответствии с действующим законодательством относятся к категории ветеранов Великой Отечественной войны. В законе о ветеранах в статье 2 главы 1 к этой категории относятся лица, проработавшие тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев. Авторы законопроекта вместо Дня Победы вводят новую дату завершения учета – 27 января 1945 года, тем самым исключая значительное количество ныне живущих тружеников тыла из этой категории ветеранов-льготников. Представляется, что это недосадная ошибка. Это показатель того, что авторы не ознакомились с действующим законодательством по ветеранам, иначе таких небрежностей не было бы. Но отдавая себе отчет в том, что выводя детей войны из категории льготников регионального уровня на федеральный, они не могут оставить уровень социальной поддержки тружеников тыла на более низком уровне. Ведь речь идет о тех, кто не только страдал, но кто еще своим трудом приближал победу. И они предлагают тружеников тыла также вывести на федеральный уровень, но как-то не аргументированно. Отсюда, на мой взгляд, и небрежность. В этом законопроекте фактически разницы между тружениками тыла и детей войны по региональным льготам никакой. Все слово в слово. Одинаково. Такая же компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе и для членов семей, по взносам на компремонт, комп многоквартирных домах, и также для членов семей, плата за воду, оплата топлива и тому подобное. Разница в законопроекте есть в федеральных обязательствах. Детям войны предлагается 1 тысяча рублей в месяц, а труженикам тыла 2 316 рублей. Только лишь по детям войны это потребует более 150 миллиардов рублей. И все это в условиях, когда определенные, кстати, всеми тремя законопроектами критерии для вхождения в категорию детей войны весьма неубедительны и даже спорны. Ну, как сказал Олег Анатольевич, выступая о том, что 200 миллиардов рублей для России это не деньги. А что касается законопроекта, инициированного Госсоветом Республики Татарстан, то в нем предусмотрены меры социальной поддержки детей войны только за счет средств федерального бюджета. Эти меры включают в себя ежемесячную денежную выплату, правда, без конкретизации сумм с отнесением этого решения правительству России, ежегодную медицинскую диспансеризацию в государственной системе здравоохранения, первоочередной прием в организациях социального обслуживания, компенсации на проезд с железнодорожным и другими видами транспорта по территории России к месту гибели, захоронения родителей и обратно. Этот законопроект детей войны ставит в преимущественное поражение перед ветеранами Великой Отечественной войны, к которым относятся труженики тыла. Кстати, региональные законы по детям войны приняты. Я по трем законам прошу до семи минут. Пожалуйста, добавьте время. Кстати, региональные законы по детям войны приняты и работают 28 субъектам федерации. Это я говорю для докладчика Татарстана, а не 18. Еще раз считаю необходимым отметить, что представленные альтернативные законопроекты, за исключением инициативы справедливой России, которая пусть небрежна, но все же вывела приоритет тружеников тыла перед детьми войны, поставила их выше тружеников тыла. Кстати, очень многие подростки были тружениками тыла. Они с 14 лет стояли за токарными станками и точили снаряды. А дети из сельской местности, кому исполнилось 14 лет, были обязаны в военные годы зарабатывать не менее 50 трудодней. И есть труженики тыла, которые в 12 лет уже в сельской местности работали на победу, и это подтверждается документами. Они не дети войны, они победители в войне, хотя и были детьми. И поэтому расстановка приоритетов должна быть справедливой. А уровень, безусловно, поддержки ветеранов, который в нашей стране, к сожалению, недостаточен, надо распределять на всех ветеранов, неважно, родился ты 9 января 45-го года или 10 января 45-го года. Комитет Совета Федерации по социальной политике не поддерживает. Все три законопроекта, правительством Российской Федерации, все указанные законопроекты также не поддерживаются. И, учитывая изложенный Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, не считает возможным поддержать концепции всех трех проектов федеральных законов и рекомендует Государственной Думе отклонить их при рассмотрении в первом чтении. Артему Вячеславовичу, докладчику от Татарстана, хочу вам сделать замечание. В Госдуме законопроекты по инерции не принимаются. Они принимаются депутатами Государственной Думы осознанно. Спасибо. Спасибо. Коллеги, будут ли вопросы? Включите режим записи на вопрос. Покажите список. По два. По два. По три. Поскольку три проекта закона, по три вопроса от фракции. Катасонов Сергей Михайлович, пожалуйста. Уважаемый Васильевич, мы выслушали аргументы, понятно, что вы изложили. У меня к вам вот какой вопрос. Вот посмотрите, у нас субъекты, они практически все закредитованные, ну уже дальше некуда. У нас у некоторых уже даже кредиты превышают их собственные доходы. И при этом половина из них, не имея средств к существованию, вот эти законы принимают. Но они там на передовой, мы же там вот приезжаем в регионы, мы же общаемся с людьми. Вы поймите, вот принять такой закон губернатору, исполнительной власти, ну это нож в сердце. И тем не менее половина субъектов приняли. Значит проблема такая есть. А есть такая проблема. И есть нищие субъекты, но, наверное, это уже проблема общероссийская. То есть поэтому мы не говорим, что надо вот что-то решить, но выходить надо на федеральный уровень. Пожалуйста. Я не могу согласиться с вашим подходом, в том числе и потому, что в разных регионах во время войны была разная обстановка. Одно дело провести детство там, где была Курская дуга и там, где колодцы закипали. И другое дело в Ташкенте, который все-таки был городом хлебным. И поэтому правильно делают субъекты федерации. Там, где эта тема актуальна, там, где эта проблема существует, там, где существует память, несправедливость, там нужно это дело принимать. И они принимают 28 субъектов федерации. Ну а некоторые ждут, пока федеральный закон примет и сделает всех, в том числе и тех, которые сидели по некоторым законам. Все, кто родился в этот период, даже если он был в Америке, в торгпредстве, он будет ребенком войны и получать льготы. Эта проблема не является проблемой федеральной. Шойгу Ларис Кожигетовна. У меня вопрос к авторам законопроекта от «Справедливая Россия» и Коммунистической партии. Я, в принципе, имею полное право задать этот вопрос, потому что моя мама была и, наверное, ребенком войны, она пережила оккупацию, и она была отружеником тыла после того, как освободили Украину от фашистов. И никогда себя не считала ребенком войны, получила образование, работала, и все было нормально. Скажите, пожалуйста, у нас этих людей много, у нас достаточное количество, их точное количество неизвестно. Это то, что приблизительное количество. Но скажите, пожалуйста, сколько у нас за рубежом проживает детей войны, которые также будут нуждаться в этих льготах, иметь право на эти льготы. И тогда сумма увеличится в разы, я вас уверяю. Поэтому давайте не делить. А, да, просто. Пожалуйста. Добавьте время. Понятен вопрос. У меня вопрос к авторам законопроекта. Учитывали ли они тех детей войны, проживающих за рубежом в настоящее время? И сколько это будет стоить? Пожалуйста, Нилов, включайте микрофон. Ну, по моим оценкам, все-таки сумма не увеличится в разы, Тариска Жугетовна. Потому что количество ветеранов и детей войны, которые выехали за последние 20 лет, находится в размере 10% не больше от обозначенной нами в проекте цифры. Да, ее нет точной информации. Но по концепции закона эти льготы будут распространяться, в том числе, на детей войны, которые выехали и живут сегодня за рубежом. Я напомню, что совсем недавно мы приняли законопроект, по которому все граждане, например, Израиля, независимо от заслуг, получают трудовую пенсию. Давайте будем последовательны и логичны, тем более за страдания, которые дети пережили во время войны, они могут и должны получать независимое от места проживания. Так, следующий вопрос. Да, кто-то еще хочет ответить? Арефьев. Арефьев, включите микрофон. Спасибо. Лариса Кожугетовна, мы принимаем российский федеральный закон. Значит, что касается, сколько детей войны за рубежом, этот вопрос решается так. Если Российская Федерация имеет с каким-то иностранным государством договор, то тогда наш закон будет распространяться на детей войны, которые проживают за рубежом. Если такого договора нет, то таких обязательств Российской Федерации нет. Там то государство, которое имеет детей войны, обязано саму принять этот закон. Ну, как это было на Украине, закон, которого выхолостили. Вот у нас на сегодняшний день есть пока не ратифицированный договор с Израилем, но он еще пока не ратифицирован. Он касается пенсионного обеспечения, где выплачивается только страховая пенсия в размере 5-6 тысяч рублей. С другими государствами у нас таких договоров нет. Поэтому выплачивать из федерального бюджета или из российского бюджета иностранным детям войны мы не будем при принятии этого закона. Спасибо. Спасибо. Плетнева Тамара Васильевна, пожалуйста. У меня вопрос к Михаилу Васильевичу. Михаил Васильевич, вы, конечно, все так хорошо просчитали. Наверное, труд был огромный. Надо отдать вам должное. Но вы же понимаете прекрасно, вы об этом не сказали, что все дети войны – это все пенсионеры уже. Из них многие тружениками тыла являются, многие другие льготы имеют, многие инвалиды. Они ведь только одну могут льготы иметь. Они выпадут из этой категории. Поэтому тут денег будет гораздо меньше. Вы бы уж честно сказали, да мы уже рассматриваем сто раз это законопроекты подобные. Просто правительство не поддержит денег, нет и все. Вот завтра я внесу законопроект. Например, ничего не прошу детям войны, только 50% компенсацию за оплату ЖКХ. И то для них они подпрыгнут вот до потолка от радости. Скажите, поддержите, нет? Чтобы я зря не работала. Уважаемая Тамара Васильевна, ну, поймите, у меня отец простой рабочий. Когда он ушел на пенсию, были проблемы, как у каждой семьи, хотя пенсия у него составляла 160 рублей. Но никогда ни один пенсионер в Советском Союзе не ставил вопрос, чтобы ему компенсировали проезд на транспорте. Наша задача, не надо меня перебивать, Наша задача заключается в том, чтобы уровень пенсии у всех пенсионеров был достойный, а не для того, чтобы адресно различным категориям делать какие-то поблажки. Вот в чем заключается идеология подхода. И другого идеологии быть не может. И не надо передергивать. Как, например, у немцев есть закон о детях войны. Нет у немцев закон о детях войны. Есть закон об оказании поддержки тем гражданам Германии, которые после Второй мировой войны были выселены из Восточной Пруссии, из Силезии и из... Совершенно верно. Так вот, там идет поддержка их для адаптации на новых местах. Он, конечно же, распространялся и на детей, но отдельно о детях войны не было. А вы прямо в пояснительной записке пишите о том, что дети войны в Германии имеют специальные льготы. А я ответил вам на этот вопрос. Мы не будем поддерживать. Мы будем бороться за достойный уровень жизни всех пенсионеров. Неважно, родился он 9 мая или 10 мая. Спасибо. Рыжак Николай Иванович, пожалуйста. У меня вопрос к Михаилу Васильевичу. Михаил Васильевич, проходит время. Зарубцевались в какой-то степени раны войны, но определенные силы реакции хотят пересмотреть итоги, умолить роль советского народа, его вклад в великую победу. Я хочу вас прямо спросить, как вы считаете, вот этот законодательный акт, он является обычным актом или это мощный пропагандистский политический акт, если мы его примем? Спасибо. Я не считаю. Я полагаю, что историю Великой Отечественной войны, несмотря на все попытки ее переписать, не удастся. Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне останется в веках. А при помощи вот таких вот мер, касающихся отдельных, страдавших категорий. Но это популизм. Это не поднятие роли подвига народа. Это популизм в интересах не тех людей, а в интересах определенных политических целей. Спасибо. Исаев Андрей Константинович, пожалуйста. Спасибо. У меня вопрос к Олегу Анатольевичу Нилову. Уважаемый Олег Анатольевич, в вашем законопроекте вы касаетесь не только детей войны, но и тружеников тыла. Сегодня по действующему законодательству тружениками тыла считаются те, кто выработал до 9 мая 45-го года 6 месяцев. Вы предлагаете установить новую дату, выработал 6 месяцев до 27 января 45-го года. Во-первых, вопрос, почему, откуда вы взяли эту дату 27 января, а во-вторых, понимаете ли вы, что вашим законопроектом вы лишите статуса тружеников тыла тех, кто и уже этот статус имеет? Нет, ни в коем случае такой задачи нет, лишать. Мы утверждаем, что этот статус остается только на федеральном уровне. И да, мы несколько расширяем категорию лиц, которые могут получить это звание. Разница в том, что мы предлагаем считать тружениками тыла тех, кто начал работать во время Великой Отечественной войны. И поэтому вот такая новая дата. Но если только она вас смущает, не вопрос, мы готовы во втором чтении действительно с вами обсудить эту историю. А то, что вы думаете, что мы лишаем тружеников тыла какого-то отдельного статуса, это тоже абсолютное заблуждение. Просто мы не могли не упомянуть тружеников тыла, потому что они в первую очередь тоже дети войны, а может быть и одновременно труженики тыла и дети войны. Поэтому говорить о детях войны и забыть тружеников тыла мы не могли. И поэтому здесь появилась отдельная статья. Спасибо. Спасибо. Шерин Александр Николаевич. Михаил Васильевич, ну конечно ваши аргументы я потом разложу на цитаты. Хотел бы сразу сказать, что да, были дети, которые были эвакуированы в Ташкент, но они больше не увидели родителей, которые погибли на Курской дуге. Вы приводили примеры. И те суммы, которые вы озвучивали, 61 миллиард рублей требуется. Вот я вам приведу пример. В 2016 году Российская Федерация списала долги Монголии и Узбекистану. Общая сумма в рублях составила 62 миллиарда рублей. Вот ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если наша страна умудряется и считает правильным делать такие щедрые подарки другим государствам, неужели же мы не можем найти эквивалентную сумму на тех пенсионеров, которые действительно лишились детства во время Великой Отечественной войны. И эти деньги они потратили бы на территории Российской Федерации. Таким образом повысили в том числе и покупательскую способность и поддержали экономику Российской Федерации. Спасибо. Александр Николаевич, еще раз отвечаю на этот вопрос. 62 миллиарда рублей, 200 миллиардов рублей. Если сюда прибавить предложение, касающееся перевода на федеральный уровень тружеников Татыла, это еще где-то 200 миллиардов рублей. Эти деньги надо направить на всех ветеранов, неважно, когда он родился. Наша беда заключается в том, что мы в последние годы ухудшили положение ветеранов. Я имею в виду по сравнению с советским периодом. Да, сейчас пенсии растут, но растут они гораздо медленнее, чем могли бы расти. У меня есть своя точка зрения, какая была ошибка с накопительной системой сделана. Но суть не в этом. Суть в том, что величие нашей страны позволяет решить проблему для всех пенсионеров гораздо более быстрыми темпами. И вот эти деньги надо направить туда, на всех. И тогда все остальные вопросы снимутся. Синельщик Юрий Петрович. Спасибо. Артем Вячеславович, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, что ваш законопроект наиболее удачный, и фракция-то его будет поддерживать. Но меня смущает вот пункт 4 статьи 3 «Меры социальной поддержки детей войны». Он же здесь уже и критиковался немножко. Вы предлагаете компенсацию расходов на проезд один раз в год железнодорожным и другим транспортом к месту гибели или захоронения родителей. Ну, не боитесь ли вы, что этот пункт окажется мертвым, потому что надо будет каждый раз доказывать, что человек вот ехал именно, ездил к месту захоронения родителей. А как быть, кстати, с без вести пропавшими? Неправильно ли было бы все-таки предусмотреть проезд один раз в год всем детям войны бесплатно без относительно адреса и цели? Я это говорю потому, что, наверное, еще законопроекты будут вноситься, и учесть это надо будет при доработке. Юрий Петрович, я могу сказать, что в соответствии с законопроектом там предусмотрена передача полномочий определения порядка предоставления вот этой возможности по проезду правительству Российской Федерации. Действительно, наверное, те сложности, которые вы обозначили, они могут иметь место быть, поэтому, конечно, наверное, и предложения ваши тоже, они могут быть правильными, но это все предмет обсуждения, если говорить о сегодняшнем дне, если это вот вы считаете серьезной претензией, это можно доработать и во втором чтении. Спасибо. Спасибо. Чепа Алексея Васильевича. Алексей Васильевич, пожалуйста, вопрос задавайте. У меня вопрос Михаила Васильевича. Уважаемый Михаил Васильевич, среди детей войны существует категория детей-сирот войны. Это еще более ущемленная категория детей. Они не только не увидели своих отцов-матерей, не смогли разделить радость от встречи возвращавшихся с войны победителей. Они выросли в неполных семьях или детских домах. Родители, которых пропали без вести, были еще ущемлены многие годы в правах. Это трудно оспаривать. Скажите, если вы считаете невозможным доплачивать детям войны, готовы рассмотреть возможность принятия закона о детях-сиротах войны? Спасибо. Уважаемый Алексей Васильевич, когда речь идет о сиротах, даже будем говорить в наше благополучное время, и то мы находим специальные меры для поддержки этих детей, принимая решение о выплате им, в отличие от других мер, пособия по безработице на уровне средней зарплаты. И это совершенно оправдано. Но я хотел бы один принципиальный момент осветить. Когда я слышу, что дети войны из-за того, что они не имели возможности учиться, они вынуждены были рано идти работать, и поэтому у них такие низкие пенсии. Дорогие товарищи, я родился в Советском Союзе и горжусь, что я родился в этой стране. В этой стране все имели равные возможности для получения образования. В этой стране дети из Щукотки, Камчатки, если они были талантливые, они поступали в МГУ и становились академиками. А если не было особых талантов, они могли идти в ремесленное училище, где их кормили, одевали и давали профессию, где они могли стать героями социалистического труда, трактористами, столеварами, прокатчиками. Преимущество Советского Союза заключалось в том, что он, Советский Союз, заботился о каждом ребенке, неважно из какой он семьи. Спасибо. Загребин Алексей Егорович. У меня вопрос к представителю Госсовета Республики Татарстан. Более года назад Госсовет Утмуртской Республики принял региональный закон о поддержке детей и войны. Мы руководствовались тем, что Республика в годы войны была одной из главных кузнец оружия. Вот скажите, пожалуйста, не было ли такой инициативы в Госсовете Республики Татарстан? Если была, то какова судьба? Я могу сказать, что обсуждение вопроса регионального варианта принятия и федерального варианта принятия закона о детях войны, оно имело место быть в Государственном Совете Республики Татарстан. Но все-таки депутатский корпус пришел к тому, что это необходимо сделать на федеральном уровне. И тому есть причины. Во-первых, это необходимость единого статуса, который должен быть установлен на федеральном уровне. Второе, это единые меры поддержки, чтобы люди не чувствовали разницу, находясь в одном или другом регионе. И третье, и мы считаем это очень важное, что сегодня получается так, что у нас в основном, получается, кроме одного региона, насколько нам известно, это регионы дотационные приняли эти законопроекты. За ними стоит федеральный бюджет. Сегодня быть регионом-донором, как Татарстан, это почетно, но невыгодно. Для примера, только в 2017 году бюджет нашего региона был лишен доходов в объеме свыше 8 миллиардов рублей. Если посмотреть с 2011 года, это приближается к 30 миллиардов. То есть вот такая ситуация, и мы считаем справедливым по вот этим трем причинам, чтобы этот статус был установлен на федеральном уровне с федеральным же финансированием. Спасибо. Диденко Алексея Николаевич. Уважаемый Михаил Васильевич, вы говорите, что нужно, нужно принимать, принимать и для всех, и что вы будете это делать. Правда, избрали очень интересный путь, не проведя индексацию в прошлом году. Но вот у меня вопрос, все-таки мы федеративное государство, и вы говорили о том, что климатические субъекты разные, но все-таки вопрос стоит принципиально следующим образом. Кстати, президент на встрече в конце года прошедшего сказал, что он в принципе не возражает, и идея это правильно. Просто необходимо провести правильные расчеты и выявить эту категорию. В принципе, концептуально поддержал. Согласны ли вы с тем, что все-таки это обязательство, обязательство не субъектов, тем более, что они очень сильно закредитованы. Все-таки федеральное обязательство, и дело нашего долга и чести все-таки набраться смелости и политической воли это решение принять. И фракция ЛДПР, поскольку возможности не будет выступить, конечно, поддержит все три законопроекта. Алексей Николаевич, я хочу бы вам напомнить, в каких условиях мы принимали, мы с вами были депутатами Государственной Думы, уровень пенсии 2016 года. Нам пришло правительство и сказало, что если мы в полном объеме проиндексируем пенсии, в июне месяце мы не сможем в полном объеме выплатить пенсии. Именно тогда, понимая, в какой ситуации окажется страна, если вдруг люди, живущие только от пенсии до пенсии, получат неполную пенсию, к чему это может привести, мы согласились на пониженную индексацию, но договорились, что по итогам первого полугодия, в зависимости от экономических результатов, будет после этого проведена вторая индексация. Итоги показали, что денег стало меньше в пенсионном фонде, и тогда было принято палеотивное решение о разовой выплате. На эту тему не надо ерничать. Мы приняли эти решения тогда осознанно, потому что мы страну могли поставить на уровень катастрофы, если бы мы приняли популистское решение, которое ничем бы не было подкреплено. Что касается второго момента, это федеральная проблема или региональная проблема, я считаю, что дети войны это региональная проблема. Не вся территория нашей страны была оккупирована, не на всей территории шла война. И я считаю, что да, есть и в далеких регионах люди, которые страдали, да, есть сироты, но все-таки эта проблема региональная детей войны. И я считаю, что пока мы сделали все правильно. Смолин Олег Николаевич. Уважаемый Артем Вячеславович, у меня, социальщик, вопрос как ни странно политический. Многие депутаты Государственной Думы были в свое время членами Госсовета Татарстана и поддержали этот законопроект. Кстати, от Татарстана избрано наибольшее количество депутатов, пожалуй, аналогичная ситуация с Крымом. Там Единая Россия заняла уверенное далеко, опередив всех, первое место, и там крымчане пострадали от того, что ликвидированы льготы для детей войны. Скажите, пожалуйста, ваш прогноз, что окажется сильнее в депутатах Государственной Думы? Обязательство перед избирателями или партийная дисциплина? Спасибо. Уважаемый Олег Николаевич, я могу сказать, что с учетом однозначной твердой позиции Государственного Совета, единогласно все партии поддержали этот законопроект, мы выражаем уверенность все-таки, что депутатский корпус избранного Татарстана поддержит этот законопроект. И я хотел бы отметить, что вот такая очень однозначная, мне кажется, жесткая позиция к этому законопроекту, которую некоторые депутаты здесь Государственной Думы занимают, она для меня тоже не всегда понятна. Я знаю, Михаил Васильевич, что вы избраны от Липецкой группы, и туда входит Владимирская область, которая поддержала парламент, все партии тоже, предложенный законопроект от Татарстана. Вы родились в Ростовской области, парламент Ростовской области также поддержал все партии, предложенные законопроектом Татарстана. Андрей Константинович, вот он выступал против этого законопроекта. Мы знаем, что Республика Удмуртия, от которой он избран, тоже все партии поддержали законопроект Татарстана на своем заседании. Но я говорю именно о нашем законопроекте, о его рассмотрении парламентами регионов. Поэтому здесь, мне кажется, позиции региональных парламентов, они не случайны, они говорят о том, что этот вопрос должен на федеральном уровне быть решен. Спасибо. Михаил Васильевич, в Советском Союзе действительно имелись равные возможности, была забота о людях. Почему же вы уничтожаете советское наследие? И бесплатное высшее образование, доступная медицина, заработные платы минимальные, которые у нас на уровне гондурации пенсии ниже, чем в Китае. То есть вы строите страну, где нет ни высшего образования, ни достойного уровня жизни людей. И если не повышать людям пенсию и заработную плату, при этом отказывать еще и в льготах малоимущей категории населения, не проще ли честно сказать, что вы строите с вашей правящей партией общество, где 1% владеет 70% богатства, а остальным не надо при вашей власти рассчитывать ни на что? Это будет прямо честно и открыто. Я не могу согласиться с вашими утверждениями, в том числе и потому, что Россия это социальное государство. И я должен сказать, что многие вопросы, которые у нас решаются, у нас за последние 8 лет уровень реальных пенсий повысился в 3,5 раза. И хотел бы напомнить, что в той стране, в которой я родился, до 1000 какого-то 70-го года уровень пенсий сельских тружеников был 35. Вот нам приводили в качестве доклада, какой уровень пенсии в Германии и какой уровень пенсии у нас. Так вот, я хочу сказать, в 80-м году уровень пенсий колхозников был 35 рублей, в то время, когда в Германии средняя пенсия была 800 дойчмарок. Наверное, это были тоже такие соотношения. Да, у нас есть недостатки, но мы социальное государство и интересы простых людей у партии «Единая Россия» стоят на первом месте. Я вынужден отвечать уже не как представитель комитета, какой был вопрос, я так и отвечаю. Спасибо. Спасибо. Все вопросы заданы. Пожалуйста, кто хотел бы выступить, включите режим записи. Покажите список. Коллеги, ну, если по два, то мы не уложимся просто до конца. Поэтому по одному от фракции, пожалуйста, кто от КПРФ будет выступать. Кашин Владимир Иванович, пожалуйста. Спасибо, уважаемые товарищи. Я хочу еще раз подтвердить те слова, которые здесь уже звучали. На встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в своем выступлении я обратился по этому вопросу, в том числе по этому вопросу. Его ответ был однозначным, и я хочу его процитировать. Именно он подтвердил, что являлся инициатом обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны квартирами, но было не очень здорово все просчитано, и вместо 15 миллиардов ушли к 100 миллиардам рублей по величине решения этого вопроса. И я говорю тоже за то, чтобы детям войны мы оказали соответствующую поддержку именно на федеральном уровне. Но давайте почитаем, чтобы эти там 120 миллиардов, мы называли сумму, не превратились большие суммы. И что мы видим сегодня в аргументации председателя комитета профильного, который был участником этого собрания. Его ярость, его энергия, которая аж, как говорится, заставила тут многих ужаснуться человеку опытному, сформированному советский период времени, работающему в Центральном комитете. И вдруг он говорит, вот всем мы сейчас повысим пенсии, и тогда детям войны достанется. Почему логичная такая формулировка? Разве у нас сегодня у всех пенсии одинаково? Разве у нас у чиновничьей рати, у депутатской пенсия соответствует, что ли, пенсиям тем, которые получает работяга? А разве у всех других категорий, которые сегодня отличаются теми или другими заслугами перед страной, пенсия соответствует той средней пенсии? Нет. И государство находит оценивать возможности этих людей и иметь совершенно другой уровень поддержки? Разве не отличились дети войны? Сами же говорим, участвовали во всех делах и в тылу. Работали и юными партизанами, тоже самое участвовали на передовой, в боях и так далее. Это все тоже дети войны, те, которые после войны поднимали разрушенные народные хозяйства, о чем сегодня убедительно все говорили и докладчики, и все мы это хорошо знаем, потому что у большинства родителей являются детьми войны. Самому молодому сегодня 70 лет, ребенку войны. Вчера пришло правление детей войны к нам на фракцию Подмосковья, увешанное орденами, более 30 человек. И просили передать, Владимир Иванович, вы скажите, единой России, ведь через 10 лет извиниться не перед кем будет, нас же никого не останется. Неужели мы это не понимаем? Но предложили разные варианты. Компартия Российской Федерации четвертый вариант предложила. Мы ушли уже 120 миллиардов вот на эти 60 миллиардов. Давайте хотя бы единовременно к 9 мая давать эти 5-6 тысяч рублей нашим детям войны. Это позволит тогда еще и регионам в этом плане почувствовать, что они обязаны тоже детям войны прорешать свои вопросы, которые рекомендованы Государственной Думы тем принятым законом. Московская область, что бедная, не может принять закон. Вот Белогородская нашла возможность область давно решить, Вологодская или Амурская область, дотационная. Но нашла возможность, а многие богатейшие сидят и не думают эту проблему решить, потому что здесь есть как бы посыл. Посыл никому не нужной. Деньги небольшие. Я не хочу говорить по поводу того, откуда их взять. Мы все с вами хорошо знаем. Здесь не надо напрягаться. Давайте просто-напросто мы с вами выполним свой человеческий долг, сыновий долг перед этими людьми. И я хочу сказать, нам будет всем легче. Именно этот законопроект нас не сближает, а разделяет. Ну разве это непонятно нам? Но зачем нам выводить детей войны на улицы? Защищать их права? Кому это надо? В год юбилея, когда президент говорит о стабилизации, о единении, когда сегодня санкции, когда со всех сторон на нас смотрят, извините меня, недоброжелательно многие страны. Нам как никогда нужна стабилизация единения. Я еще раз обращаюсь к Единой России, к профильному комитету. Сбросьте вы в конце концов эту спесь. Давайте тогда как-то вместе создадим межфракционную группу и выработаем то решение, которое всех нас устроит. А главное, чтобы дети войны почувствовали нашу заботу о них. Спасибо. Спасибо. Исаев Андрей Константинович, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, не первый раз обсуждаем мы здесь этот вопрос. Давайте, наконец, все-таки разберемся. В этом зале нет ни одного человека, который относился бы без уважения к поколению тех, чью детство пришлось на период Великой Отечественной войны. Все хотели бы помочь тем из них, кто находится в сложной жизненной ситуации. Но законы нужно принимать, которые окажут реальную помощь, а не создадут реальные проблемы. К сожалению, предлагаемые законы создают больше проблем, чем оказывают помощь. И вот почему. Во-первых, у нас есть сложившаяся система поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, сложившаяся система. Наибольшую поддержку получают инвалиды Великой Отечественной войны. Далее идут участники. И всем это понятно и очевидно. Так вот, мы понимаем, дорогие друзья, что не можем мы поставить детей войны по статусу выше тружеников тыла. Потому что дети войны просто родились и жили в это время, а труженики тыла ковали победу. По крайней мере, два законопроекта из трех рассматриваемых ставят детей войны выше тружеников тыла. Сегодня, на сегодняшний день, труженики тыла отнесены к компетенции субъектов федерации. Они определяют им меры социальной поддержки. Поэтому, если принимать справедливое решение, то мы должны и детей войны отнести к категории, которые будут поддерживать субъекты федерации. Если мы примем такое решение, то что изменится-то? На практике ничего. И сегодня субъекты федерации имеют полное право устанавливать такую поддержку. 28 субъектов законы региональные о детях войны приняли. И дело не в том, есть у них деньги или нет. Удмуртия, у которой денег меньше, в отличие от соседнего Татарстана, у которых денег существенно больше, приняла региональный закон о детях войны. Еще один важный момент. Это момент того, что мы можем совершить большой обман людей. На сегодняшний день вы все прекрасно знаете, если человек имеет право на несколько мер социальной поддержки, выбирается одна мера социальной поддержки. Откажись мы от этого. Там не 200 миллиардов потребуется. Там рухнет вся социальная система. Триллионы рублей потребуются для того, чтобы эту систему назад стабилизировать. Таким образом, говорим мы, обращаемся мы ко всем детям войны, а кто получит реально эту поддержку. Томара Васильевна об этом сказала. По подсчетам Министерства труда, из 12 миллионов детей войны 85% уже являются либо тружениками тыла, либо инвалидами, либо ветеранами труда. Для них просто прозвучит в этом зале пустой звук, и ничего дополнительно они не получат. Люди будут обмануты и разочарованы. Дети войны, уважаемые коллеги, это не ветераны. Ветераны по закону это те, кто получает социальную поддержку за заслуги, за свои действия в отношении государства, в отношении общества. Дети войны это категория, которой будет оказываться социальная помощь. Как вы предлагаете оказать социальную помощь? Дети войны разные. Были те, кто был в оккупации, были те, кто был под бомбами, были те, кто был в эвакуации, были те, у кого родители погибли, и те, у кого родители живы. И сегодня дети войны есть те, кто нуждается остро в социальной поддержке, а может быть человек 44-го года рождения, советник коммерческого банка. Вы всем предлагаете дать одинаково по одной тысяче рублей. Мы потратим огромные деньги, размазав их широким слоем. Мы отказываемся с вами, коллеги, от этого подхода. Помогать надо адресно, помогать нужно тем, кто нуждается в этой поддержке в первую очередь. Еще одна составляющая этой проблемы. Дети войны категория историческая. Украина, в отличие от нас, коллеги, не является правоприемником Советского Союза. Россия является. Это означает, что если мы примем такое решение, то распространяться это будет на всех граждан бывшего СССР, включая Прибалтику и так далее, где бы они в настоящий момент не жили. Мы в законе себя напишем все, что угодно. Международный суд признает наше обязательство выплачивать одинаковую финансовую поддержку всем бывшим гражданам СССР, подпадающим под данную категорию. А это означает, что в этом случае значительные суммы средств, которые мы могли бы направить на социальную помощь внутри страны, мы начнем регулярно выплачивать зарубежи. Если мы хотим реально помочь нашим гражданам по возрастной категории, речь идет о том, чтобы помогать одному определенному возрасту, всем, кто старше 70 лет. Если мы хотим им помочь реально, то прав совершенно, Михаил Васильевич, надо повышать пенсию, повышать адресно. Делаем мы это? Делаем, коллеги, в 10-м году мы с вами приняли закон о валоризации пенсии. Что такое валоризация? Это был перерасчет пенсии не для всех пенсионеров, а только для советских пенсионеров. Дети войны полностью попали в эту категорию. Для них увеличение страховой части пенсии состоялось в полтора раза. И если делать реальные шаги на поддержку детей войны, то следующий шаг должен быть таким. Реальное увеличение пенсии советским пенсионерам. Но совершенно справедливо, шаг этот должен быть экономически просчитанным и обеспеченным. Здесь говорят 200 миллиардов отсюда, 200 миллиардов отсюда. Друзья мои, наш бюджет сегодня преимущественно социальный. Бюджеты субъектов федерации на 75% состоят из социальных расходов. Откуда мы возьмем на решение новой проблемы? Урежем здравоохранение? Отрежем дотации на ЖКХ, о которых вы будете говорить через 10 минут в этом зале? Либо начнем печатать деньги? Но если печатать деньги, тогда честно скажите, что все, что мы вам сейчас популистки дадим, отберет у вас инфляция. Поэтому позиция наша в этом отношении однозначная. Мы в партии Единая Россия за то, чтобы реально помогать всем нуждающимся. За то, чтобы оказывать социальную поддержку гражданам. Ради этого мы в первую очередь шли в Государственную Думу. Но каждый такой шаг с нашей точки зрения должен быть тщательно просчитан и по возможностям, и по последствиям. Это реальная, серьезная работа, друзья мои. Это не выдвижение лозунгов дайте всем немедленно все. Но мы обещали нашим избирателям и обязательно с этой реальной работой справимся. Спасибо. Нилов Ярослав Евгеньевич, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые депутаты, ЛДПР поддержит все три альтернативных законопроекта. Мы принципиальные сторонники того, что этот вопрос должен на федеральном уровне быть решенным. Сегодня на региональном уровне 28 субъектов, абсолютно большинство из которых дотационны, этот вопрос урегулировали местными своими законами. Но разность справедлива, что часть ответственности они переложили на федеральный бюджет, получая деньги на сбалансированность. Да, деньги не окрашены, но каждый получает эти деньги, в том числе на решение тех вопросов, которые они урегулировали своими местными законами. И тот же Татарстан, являясь регионным донором, мог этот вопрос урегулировать на местном уровне. Но они молодцы, приехали сюда, и этот вопрос ставят принципиально в рамках всей нашей страны. Если мы посмотрим даже сегодняшнюю повестку, посмотрите, сколько субъектов свои законопроекты внесли и отказываются приезжать сюда и отстаивать. Это в том числе демонстрация отношения к своим инициативам. Татарстан приехал, и молодцы. Поэтому, анализируя вообще происходящее, ведь мы не первый раз рассматриваем в Государственной Думе эти законопроекты по теме «Дети войны», можно сказать, что проблема, прежде всего, даже не в этом зале. Проблема в том, что правительство этот вопрос решать не хочет. Минфин не может найти деньги. Так же, как Минфин нам отправил ответ на наше протокольное поручение относительно задолженности по зарплате перед шахтерами. Написали много и конкретно ничего. Типа, решайте сами. Самое главное должна быть политическая воля. Вот будет политическая воля, тогда и вопрос будет урегулирован. И в прошлом году мы это с вами имели возможность наблюдать. Когда изначально в первом чтении приняли проект закон о том, чтобы разовая выплата в размере 5 тысяч была для всех пенсионеров в России, за исключением военных пенсионеров, как только вмешался президент, как только дал поручение, тут же правительство нашло и источник финансирования, и все мы единогласно поддержали. Вывод какой? Будет политическая воля, значит и правительство тоже подчинится этой политической воле, и деньги сразу же будут найдены. А этого внимания и этого закона от нас действительно избиратели ждут. Да, прав Андрей Константинович Исаев, то что многие дети войны сегодня являются и тружениками тыла частично, и ветеранами, и инвалидами, но ведь есть определенный процент, который не подпадает ни под одну категорию, пусть небольшой процент, пусть 15-20 процентов, но давайте вот мы об этой категории тоже подумаем и в интересах этих граждан примем рамочный федеральный закон. Тем более, что парламент Татарстана предложил правительству определить размер этой выплаты. Эти люди заслужили этого, они страдали, они мерзли, они голодали. Я с одной женщиной разговаривал, которая является ребенком войны, она говорит, мы ходили по полям, искали гнилую картошку и из нее потом пекли лепешки. Мы искали норы, где суслики живут, заливали водой, чтобы потом этих сусликов ловить и из них там варить супы себе. Мы, говорит, ходили по лесам, искали любые там коренья, траву, все то, из чего можно приготовить. Вот за все эти страдания государство просто обязано сегодня в полном объеме и полноценно свои социальные гарантии выполнять. Эти люди поднимали промышленность, развивали сельское хозяйство, участвовали в больших стройках и передали нам ту страну, в которой мы сегодня живем. И в 90-х годах все то, что эти люди создавали, Чубайс решил приватизировать, кто-то решил обанкротить и распродать, развалить. Сельское хозяйство именно при Ельцине начали разваливать. Для чего? А для того, чтобы освобождать новые рынки сбыта, зарубежного продовольствия. Именно тогда в страну заполонили так называемые ножки Буша, и наши птицефермы закрывались и уничтожали специально. Поэтому мы считаем, что нельзя вспоминать о участниках Великой Отечественной войны, о детях войны только 9 мая. И наша задача все-таки определиться на федеральном уровне, понять, кто такие дети войны, определить единый подход, определить единый статус этой категории граждан. И определить, пусть даже небольшую, но ту социальную гарантию, которую государство да, в непростых условиях, но обязанно взять на себя и полноценно выполнять. ЛДПР поддерживает все три законопроекта. Спасибо. Гартов, Валерий Карлович, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги. Слезы наворачиваются на глаза, когда слышу, как у нас коллеги выступающие здесь, представители партии власти, вот Андрей Константинович Исаев прямо проникся, проникся. Ну а теперь к фактам. Начну с того, что риторический вопрос, который постоянно задают здесь, в этом зале, Андрей Константинович его снова задал. Откуда возьмем деньги? Он не видит других вариантов, как напечатать их или забрать у социалки. Андрей Константинович, если вы не видите других вариантов, посмотрите программу нашей партии. Ознакомьтесь с нашими предложениями к проекту бюджета. Почитайте наши выступления в стенограммах. Там все написано. Если вам это лень, я вам сейчас скажу. Первое. Отмена возврата НДС экспортерам сырья. 1 триллион 600 миллиардов. Не надо весь НДС не возвращать. Можно хотя бы часть этого. Это кратно покроет необходимые затраты на реализацию этих законопроектов. Это первое. Второе. Давайте наведем порядок в государственных закупках. Давайте сократим возможности закупок единственного поставщика. На 25 триллионов рублей в год закупки, если даже на 10 процентов мы сократим цену, снизим, это 2,5 триллиона рублей. Это не 120 миллиардов. Это в 20 раз больше, Андрей Константинович. Но я дальше продолжать не буду, потому что там порядок цифр такой же. Можно на 200 лет льгот, которые мы сегодня озвучили, можно оплатить вперед. Следующее. Мы за социальную поддержку граждан. Слова Андрея Константиновича. Мы за социальную поддержку граждан. Андрей Константинович, а кто мешает? Единой России 16 лет у власти. Кто мешает? Кто мешает? Почему при принятии закона о бюджете мы отказались от индексации пенсии? Почему? В 2016 году мы не проиндексировали пенсию. Нет, мы на 4 процента проиндексировали пенсию при инфляции 12,9. Мало того, это не доиндексация. Будет каждый год вычитаться из карманов пенсионеров. Это же вы понимаете. И вот эта пятитысячная разовая индексация ничего не меняет. Дальше. Михаил Васильевич очень пламенно говорил. Мы будем бороться за уровень жизни всех пенсионеров. Золотые слова. Согласен. Давайте вместе бороться. Давайте будем индексировать пенсию в полном объеме. И вернем то, что не доиндексировано всем пенсионерам. Мы только за. Если вы это сделаете, то не вопрос. Мы можем снять свои предложения. Но вы же этого не делаете. Вот когда вы это сделаете, тогда мы можем к этому вернуться. Дальше. Михаил Васильевич говорит, страна имеет возможность решить проблемы всех пенсионеров более быстрыми темпами. Согласен. Но только почему-то страна решает проблемы отдельной категории пенсионеров, банкиров, которым, напоминаю вам, полтора триллиона рублей в ноябре 2009 года в этом зале было прощено. Не помните, кто был в ноябре? Я тогда с трибуны говорил, ребята, вы что делаете? Отдали полтора триллиона рублей в 2009 году, а в ноябре 2014 года им простили, потому что на пять лет давали эти... Они должны были вернуться в 2014 году, но они не вернулись. И превратили в фантики. Полтора триллиона рублей. Вы говорите о 120 миллиардах. Считать умеете? На 10 лет, на 11 лет хватит. На 12, извините. Вот. Дальше. Если вы говорите, что у нас нет таких денег, ну, наверное, можно во втором чтении и подурезать, скажем так, наши предложения и остановиться, например, на такой группе граждан, как дети погибших защитников Отечества. Мы такие законы, кстати, вносили уже о детях погибших защитников Отечества. Я вспоминаю, Александр Дмитриевич тогда был Жуков вице-премьером. Он здесь, в этой ложе, тогда говорил, что денег нет, очень много этих людей. Тогда это, по-моему, был 2008 год, 2007 работали вице-премьером. Это был пятый созыв. Таких предложений было много. И каждый раз говорили, денег нет, денег нет, денег нет. В то же время вы сейчас заявляете, у нас деньги есть, можно повысить уровень. Я согласен, что они есть. Но давайте будем последовательны. За словами должны действовать идти дела. Андрей Константинович, давайте, мы согласны с тем, что вы говорите. Но мы не согласны с тем, что вы делаете. Вот в чем дело-то. И людям не можем объяснить, почему при таком богатом государстве пенсии всего 8,5 тысяч. Почему? При этом половину нужно отдать за оплату услуг ЖКХ. Мы к с Галина Петровна Хованской поговорить. Она как раз представляет ту категорию граждан, которые потеряли родители во время войны. И она вам расскажет, как она получала образование. Не все могли так. Ну, не все такие талантливые, как Галина Петровна, конечно же. Россия – социальное государство. Уровень пенсии повысился в 3,5 раза. Михаил Васильевич, я не знаю, с каким уровнем вы сравниваете. Вы, наверное, потом в последнее слово, заключительное слово возьмете, вы скажете. Вот. Но если я сейчас вашу фразу повторю при собрании пенсионеров, например, в городе Челябинске или в каком-то другом еще городе, то я думаю, что не поймут меня, мягко говоря. Вот. Не поймут. Не заметили люди, что у нас уровень пенсии так очень сильно повышается. Поэтому, коллеги, как мы выяснили сейчас в процессе дискуссии, никаких проблем с финансированием этих льгот нет. Есть претензии к качеству законопроекта, что вот по одному законопроекту одна категория, по другому другая – не проблема. Давайте во втором чтении урегулируем этот вопрос и выработаем консенсусное решение, установим категорию граждан. Я совершенно с вами согласен, что категория граждан «Дети войны» не должна иметь льготы больше, чем труженики тыла. Согласен. Они на это и не претендуют. Давайте мы остановимся на узкой группе людей, дети погибших защитников Отечества. Их будет в пять раз меньше, чем «Дети войны». В пять раз меньше будет. И денег будет. Не так много нужно. По моим подсчетам, где-то около 2 миллионов человек попадают в эту категорию. Но я могу точно сказать, например, по Челябинской области их 42 тысячи. По стране около 2 миллионов. Если принять наш проект закона, то 2 миллиона на 12 умножь – 24 миллиарда рублей. Вы согласитесь, посильная сумма для бюджета. Это 0,2% даже меньше. 0,15% от расходной части федерального бюджета. Кроме того, все остальные льготы могут и по нашим законопроектам взять на себя региональные бюджеты. И последнее, о чем хотелось сказать. Отказывая в принятии этого закона, вы ущемляете граждан. Вы разрываете единую целостность нашего государства. Приведу пример. На встрече ко мне подходит женщина и говорит, я уже забыл, в каком регионе сестра живет. Она говорит, вот в таком-то регионе живет моя родная сестра. Она дитя погибшего защитника отечества. Она получает деньги, льготы. А почему я-то? Мы в одно время выросли. У нас у обоих один и тот же отец погиб. Почему я не получаю этого статуса? Понимаете? Не могут регионы или не хотят этого сделать. Давайте мы это сделаем сами. Спасибо. Спасибо. Авторы. Нилов. Олег Анатольевич, пожалуйста. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание, за то время, которое мы потратили на обсуждение этих важнейших законопроектов. Ну вот несколько таких замечаний. мои оппоненты часто использовали слово популистский закон, популист, автор. В этом ничего постыдного-то нет. Вы, может быть, что-то не понимаете. Назовите мне антоним слово популизм, популистский. Антинародный будет слово, антоним. Да. Поэтому то, что вы называете эти законы народными. Спасибо вам за эту оценку. Это действительно так. Теперь опять к главному. Я все равно вам не верю в большинство сказанных каких-то аргументов в том, что не так надо подходить, не так надо раздавать, поощрять. Хотя вы согласны с тем, что надо. Ну так давайте тогда предложите ваш вариант. Предложите ваш вариант адресный, очень адресный. Значит, его нет. Мы годами выходим на трибуну с этим законопроектом, а вашего альтернативного варианта нет. Вот поэтому я вам не верю. А верю в то, что действительно вам не позволяют потратить эти 200-300 миллиардов рублей хозяева министерства финансов, не знаю там, хотя они не экономисты и не министры, они бухгалтера. Генеральный бухгалтер сводит дебет с кредитом и говорит, нет, все, нет у меня ни копейки, ни на какие ваши другие задачи. Поэтому все, отрицательное заключение. Мы вас, что называется, уже десять раз ставили на этот путь, где деньги, и еще раз будем продолжать. Вот, пожалуйста, сколько сейчас денег в американских банках в ценных бумагах? Есть информация? Ну, порядка 100 миллиардов долларов. 100 миллиардов долларов. Под сколько они там лежат? Под один процент годовых. Даже это уже 60 миллиардов рублей. Но что такое один процент? Кто такой экономист или бухгалтер вот так щедро разбрасывает наши деньги? Вот здесь тоже огромное количество экономистов, бывших обязательно предпринимателей-бизнесменов. Под сколько процентов вы возьмете сегодня эти деньги для того, чтобы и бизнес процветал, и не один процент, а пять процентов вернуть государству годовых. Я думаю, что очередь выстроится из наших бизнесменов, наших предпринимателей с тройными, четверными залогами, не какие-то дутые там цифры. Такого у нас предложения нет. А люди есть, спрос есть. Причем госкорпорации возьмут, не просто какие-то коммерсанты неизвестные. Так вот, они возьмут под пять процентов, я вас уверяю. Вы согласны с этим? Согласны. Вот вам 300 миллиардов рублей годовых. Да еще какая польза для наших компаний и корпораций. Ну и про топ-менеджеров. Давайте не будем забывать. Вот выступали представители комитета по труду. Сколько раз мы предлагали, давайте защищать интересы вот тех, у кого семь-восемь тысяч пенсия, за счет тех, у кого бонусы миллионами и миллиардами, если в рублях. Давайте возьмем у них, давайте к ним обратимся. И, в общем-то, президент уже озвучил это предложение. Скромнее надо жить. Хватит уже десятилетиями получали эти сотни миллиардов. Куда дальше складывать? Вот сюда давайте направим эту как раз долю государственных денег. Это не их заслуги. Никаких нобелевских открытий они не сделали, никаких свершений они не сделали. Но получают сотни миллиардов, от которых как раз не хватает для того, чтобы решить эти вопросы. Ну и в завершение я хочу сказать, опять я не согласен с тем, что у нас где родился, значит, ну там тебе и повезет или не повезет. Основные федеральные гарантии, жилье, дороги, образование, здравоохранение, пенсии, они должны быть вот федеральным и обеспечены федеральным бюджетом. И не должно быть так кому-то повезло, москвичу, петербуржцу, а всем остальным не повезло и на всю оставшуюся жизнь. Вот минимальный уровень, но достаточный, должен быть из федерального бюджета. Спасибо. Спасибо. Прокофьев Артем Вячеславович, пожалуйста. Уважаемые депутаты, ну я хотел бы подчеркнуть несколько вещей в ходе обсуждения, которое здесь состоялось. Прежде всего, у нас есть четкий общественный запрос. Это, по-моему, никто из депутатского корпуса не отрицает на то, чтобы решить проблему поддержки поколения детей войны и принять соответствующий закон. Второе. Региональные законы – это неудачное решение. Об этом здесь многие ораторы сказали и привели соответствующие аргументы. Правительство Российской Федерации, вот наш закон, мы считаем, он носит, по сути, компромиссный характер, потому что полномочия об объемах поддержки, они переданы правительству Российской Федерации, который с учетом текущей экономической ситуации, проблем, которые есть, может хотя бы начать движение в этом направлении, а не откладывать просто сегодня этот запрос игнорировать, который четко сформулирован запрос общества есть. Следующий вопрос. Вот по труженикам тыла здесь прозвучало, что критика в адрес Государственного Совета Республики Татарстан, что этот законопроект, он плох тем, что мы ставим выше тружеников тыла. Это не так, как по содержанию законопроекта, но и кроме того, ведь у нас еще в 2007 году был Государственным Советом Республики Татарстан, у меня вот все документы этого законопроекта, был внесен законопроект по труженикам тыла, и он был рассмотрен только в последних днях 2015 года, и был отклонен Государственной Думой Российской Федерации, поэтому Государственный Совет последовательно действовал в этом смысле. Следующее. Международный суд. Вот аргумент, который здесь прозвучал при всем уважении, Андрей Константинович, в формате даже не предположения, а в формате однозначного утверждения, что мы будем обязаны поддерживать детей войны по всему Советскому Союзу, но это не так. Мы с юристом консультировались, и, конечно, никакого такого бремени на нас возложено быть не может, и тем более в однозначной форме, как вы это утверждали. И самое главное, ведь этот вопрос, он действительно не должен делить нас на регионы, он не должен делить нас на партии, этот вопрос, который требует решения. Прошу депутатов поддержать. Спасибо. Николай Васильевич Орехов. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, я являюсь председателем общероссийской общественной организации «Дети войны». Я объехал всю страну от Чукотки до Калининграда. Знаю все про «Детей войны», и вот сегодня я разместил, и на ваших мониторах вы можете посмотреть обращение «Детей войны» к вам, чтобы вы приняли этот закон. Вот посмотрите, может Исаеве говорить, может кто угодно, что угодно говорить, вы посмотрите, что говорят «Дети войны», как они живут. Можно до бесконечности фантазировать здесь о том, что они получают льготы, меры социальной поддержки, но если вот в этом зале мы каждый день сокращаем эти меры социальной поддержки, то «Дети войны» от этого лучше жить не будут, так же, как и все пенсионеры. Здесь говорили, что надо законопринимать хотя бы вот здесь на оккупированной территории, где люди пострадали, на Курской дуге. Да вы меня извините, этих детей войны после освобождения Курской дуги отправляли в тыл, чтобы откормить, чтобы привести их в порядок. И что теперь для них не надо? Никаких законов, никаких льгот. Вы смотрите, у нас закон о Детях войны приняты как раз не здесь, в Европейской части, а там, в Сибири, Бурятия, Оренбург, Удмуртия, Екатеринбург, Самарская область, Иркутская, Удмуртия. По моим подсчетам, в 26 регионах приняты закон о Детях войны. Здесь говорили 28. Но это там вместе с мерами социальной поддержки, наверное, может быть и так. Но тем не менее, люди понимают, и депутаты региональные понимают, несмотря на тощие бюджеты, надо помочь этим детям войны выжить в столь непростое сегодня время. Здесь говорили, что это не федеральная проблема, это региональная проблема. А чего сваливать на регионы-то? Если у нас бюджеты делились 50 на 50 по бюджетному правилу, то теперь уже более 70% доходов достается федеральному бюджету, а там остается меньше 30. Чего с них с регионов взять, если у них пустой карман? 2,5 триллиона рублей, дефицит региональных бюджетов. Нет, это федеральные проблемы, потому что деньги забрали у регионов. Мало того, в советское время все льготы были на всей территории Советского Союза одинаковые, все цены были одинаковые. А сегодня там, где газовая труба, там есть льготы, там, где трубы нет, нет льгот. Люди одинаково страдали во время войны, так давайте и награждать их одинаково, а не в зависимости от того, есть в регионе деньги или этих денег нет. Кто такие дети войны? Да это мы ко второму чтению можно договориться с 22 июня и по 3 сентября или по какому-то другому числу. Но мы вот в нашем законопроекте взяли с 22 июня 41 года по, когда началась война и когда закончилась Первая мировая война 3 сентября 45 года. Можно взять другие цифры, пожалуйста, этот вопрос обсуждается, но мы взяли вот такой. Во втором чтении можно этот вопрос поправить. Значит, в советское время говорят, пенсии были маленькие, меньше, чем в Германии. Вы меня извините, а вы забываете про социальные фонды? Вы забываете, что у нас было бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, что у нас лекарства стоили копейки, операции, тысячи долларов не стоили, они делались бесплатно на всей территории Советского Союза. Так что зачем об этом забывать? Да, пенсии были маленькие, но моя мать получала пенсию 55 рублей всего-навсего и накопила, купила мне телевизор работающему человеку. Телевизор цветной, значит, с этих денег можно было что-то накопить, а вот с сегодняшней пенсией, к сожалению, ничего нельзя. Ну и последний вот перл, о котором здесь говорили. Если мы примем этот закон о детях войны, нам придется платить всем детям войны, в том числе и бывших республик Советского Союза. Боже мой, да откуда же такие перлы берутся? Что, если Россия правоприемница Советского Союза, то тогда по этой логике все законы, которые мы здесь принимаем, распространяются на все бывшие республики Советского Союза. Такого никогда не было нигде. Но в Украине закон был принят, он работал вот до последнего времени, и никогда украинский закон на наших детей войны не распространялся. Ну и я здесь объяснял, что мы принимаем федеральный российский закон, он будет действовать только на детей войны, проживающих в России, а на всех остальных, которые проживают за рубежом, согласно международных договоров, таково правило. Я считаю, что нет никаких оснований не принимать этот закон. Деньги в стране есть, их надо вернуть из Соединенных Штатов, обложить налогом олигархов, и все будет в порядке. Спасибо. Судокладчик, пожалуйста. С места Тарасенко. С места Тарасенко включите микрофон. Дорожаемые коллеги, ну, прежде всего я должен сказать, что, что касается трансфертов и то, что касается, что дотационные районы, принимая такие законы, на самом деле используют средства федерального бюджета. Это не так. При формировании трансфертов дотации регионам не учитываются эти средства, они идут в дефицит бюджета и наращивают государственный долг субъектов федерации. Это ответственность непосредственно субъектов федерации. Ну, еще несколько моментов. Вот представитель Татарстана сказал, что там я представляю большую территорию и в том числе Владимирскую область, которая приняла, поддержала закон Татарстана. Я не представляю Владимирскую область. Я одномандатник по Липецкой области и я никогда, встречаясь в трудовых коллективах, не скрывал своего отношения к тому, что родившийся 9 мая 45-го года будет иметь преимущество перед родившимся 10 мая 45-го года. И уверяю вас, меня ни разу с трибуны не согнали, а люди рождения 46-го года и второй половины 45-го года, они соглашались, что проблема заключается не в дате рождения, не в определении человека, а в целом в социальной политике в государстве. Ну и что касается еще реплики Валерия Карловича Гартунга в отношении того, что придите к нам в Челябинске, расскажите людям, насколько выросли реальные пенсии. Приду и расскажу, и хожу, и рассказываю правду, надо говорить. Реальные пенсии с 2002 года выросли действительно в 3 раза, и это правда, как бы она кому-то была неприятна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Представитель президента, правительство? Нет. Значит, коллеги, у нас три альтернативы на законопроект, поэтому процедура голосования соответствующая будет. Ставится на голосование пункт 23.1. Включите режим голосовать результат не показываете 23.2 ставится на голосование включить режим голоса и наконец 23.3 ставится на голосование включить режим так покажите результат по пункту 23.1 101 теперь по пункту 23.2 110 и по пункту 23.3 102 больше все больше всех у нас набрал 2 то есть 1 3 отклоняются ставится на голосование пункт 23.2 включите режим голоса укажите результат не принимается проект федерального закона